Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я, Елена Черневская. Сегодня получать информацию и управлять своей недвижимостью можно, не выходя из дома, используя электронное приложение в сети интернет. Одним из результатов, проводимых государством политики по повышению качества и доступности государственных услуг, для населения стало значительное расширение возможностей обращений за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр. Электронные услуги доступны для физических лиц, юридических лиц, органов государственной власти. Вот тема нашего сегодняшнего разговора сегодня – электронные услуги Росреестра. Я представляю гостя в студии Дмитрий Евгеньевич Кожевников, начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, расскажите, пожалуйста, нашим уважаемым телезрителям, да и мне очень интересно, все-таки какие услуги можно получить, обратившись в Росреестр? Ну, на сегодняшний день, если мы говорим об электронных услугах, это, в принципе, весь спектр услуг, которые представляет Росреестр, они также представлены в электронном виде. Все это можно получить, используя наш официальный сайт Росреестра. И, в частности, в общем-то, самые популярные из них – это, естественно, сделки, купли-продажи, получение информации из Единого государственного реестра недвижимости, договора долевого участия, ну и, в общем-то, все, что у нас входит в наш, скажем так, ежедневный, повседневный гражданский оборот жизненный, с чем мы имеем дело. Ну, вот электронные сервисы как раз в сфере регистрации недвижимости, скажите, а насколько они вообще популярны сегодня и кто в основном ими пользуется? Здесь я, конечно, спрошу вас о категории населения. Ну, популярность с каждым годом растет, и на сегодняшний день на территории Самарской области, если мы говорим о нашей области, достаточно интенсивно развивается именно вид электронных услуг в сфере недвижимости. Так, в качестве примера, если говорить про 2020 год, итогом года было не более 20% документов подано в электронном виде по регистрации недвижимости. А на конец 2022 года эта цифра уже была 46%, и за первые 5 месяцев этого года мы уже ее побили, достигли 50% обращений. В численном месяце, чтобы понимать количество оборотов, это порядка 400 тысяч заявлений поданных в электронном виде, то есть достаточно объемный такой колоссальный оборот. А вот скажите, пожалуйста, вот электронные эти сервисы и услуги, они вообще облегчают жизнь гражданам? Что, проще говоря, они экономят? Естественно, да. В принципе, целями и задачами продвижения именно электронных услуг является максимальное облегчение упрощения процедур, в данном случае государственных процедур, связанных с регистрацией недвижимости, навстречу гражданам и юридическим лицам. Все это делается для ускорения сроков регистрации, для упрощения именно самой процедуры, исключения таких вариантов, как там стояние в очереди, хождение по каким-то инстанциям дополнительно. То есть целями и задачами является в первую очередь упрощение жизни граждан. Ну, конечно, экономит время, а экономит ли средства? Ну, там, где экономится время, там экономится и средства, собственно, такой жизненный закон. Поэтому, естественно, да. И тут, конечно, можно просматривать различные виды заявлений, но если даже к примеру привести... Пожалуйста, приведите пример наглядно. Допустим, получение выдачи информации из ЕГРН, то, что в народе называется выписка из реестра, которая необходима для сделки, либо для в банке, либо проверки, в принципе, недвижимости. Ранее, еще в недалеком будущем, соответственно, это представлялось только исключительно за оплату. Срок, соответственно, был и пять дней рабочих. Вот, сейчас такую информацию, в принципе, чтобы проверить онлайн, ее можно получить в режиме реального времени и бесплатно, как вариант. Хорошо. Какие электронные услуги пользуются наибольшим спросом именно у физических лиц граждан? Ну, в первую очередь, это, конечно, сделки. Это сделки по регистрации недвижимости, купли-продажи, договора долевого участия и вот то, что я уже сказал, представление информации из ЕГРН. Ну, если, допустим, на госуслугах регистрируешься и есть личный кабинет, то здесь я спрошу, как можно зарегистрироваться на сайте Росреестра и, соответственно, получить также доступ к личному кабинету. Здесь все максимально так же просто, что совпадает с задачами по цифровизации, упрощению процедур. Отдельной регистрации никакой не требуется, надо всего лишь быть зарегистрированным на госуслугах, на портале госуслуг. И вход в личный кабинет происходит с помощью амонтификации, идентификации по логину и паролю от госуслуг. То есть автоматическое перенаправление идет и вы попадаете, собственно говоря, уже в личный кабинет Росреестра. А какая информация личная о гражданах, я имею в виду, конечно, об объектах недвижимости, хранится вот как раз в личном кабинете Росреестра. Ну, к примеру, я перейду, что я там могу увидеть? Могу ли я увидеть там участки, которые у меня находятся в собственности и так далее и тому подобное? Также объекты движимого и недвижимого имущества. Расскажите. Конечно. При входе уже в личный кабинет, как собственник, вы можете наблюдать все свои объекты недвижимости, которые за вами зарегистрированы. И более того, получить по ним какую-либо информацию, соответственно, также в режиме онлайн. И в случае каких-то сделок получать уведомления по ним. Скажите, а возможно ли какие-то ошибки? Кто проделывал вообще всю вот эту работу, занесение данных в личные кабинеты? И можно ли обнаружить, допустим, несуществующий объект в личном кабинете? Либо все это исключено и работа проведена была очень досконально? Работа, естественно, доскональна, потому что информация, она, в принципе, берется непосредственно из уже единого государственного реестра прав. Вот. Поэтому вот все те объекты, которые там есть, и вся та информация, которая есть, она уже выверена. И, соответственно, таких моментов, что вы увидите там не свой объект, быть не должно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич, а вот как можно проверить квартиру или, к примеру, земельный участок перед покупкой, чтобы не было там, ну, конечно же, арестов и обременений, потому что вот перед сделкой опасения такие вполне логичны? Конечно, да. И в этом плане, опять-таки, услуги электронные Росреестры представляют несколько вариантов возможностей такой проверки. От моментальной, быстрой до, уже если нужна более подробная информация, платная информация, это выписка из ИГРН. Подробнее здесь остановлюсь, скажу, что есть, соответственно, сервис получения справочной информации онлайн, раздел так называется. Прямо на сайте Росреестра, главная страница, если не ошибаюсь, и там можно получить информацию именно в режиме онлайн, то есть по адресу объекта, либо по кадастровому номеру объекта. Также можно заказать выписку онлайн, то есть эта информация моментальная и бесплатная, вот то, о чем я сейчас сказал. Есть еще выписка онлайн, она также делается моментально и бесплатно, но уже если вы являетесь собственником объекта. То есть тут… То есть если хотите узнать о своей квартире, да? Да, допустим, о своей подробно со всеми данными, либо же можно попросить, допустим, вашего продавца, чтобы он заказал такую выписку вам, либо же, опять-таки, вы можете заказать уже платно выписку также по любому объекту недвижимости, как это было всегда, и получить информацию уже в течение одного дня, тоже достаточно быстро, но после уже оплаты. А давайте, если мы с вами заговорили о платных и бесплатных услугах, расскажите, пожалуйста, какие услуги представляются бесплатно онлайн, ну и какие платные? Самое главное, когда и как ты оплачиваешь услугу, получаемую в электронном виде, безопасно ли вводить свои персональные данные, те же данные банковских карт? Оплата не происходит непосредственно на сайте, это вот, если с последним начнем, выставляется УИН, то есть уникальный инфекционный номер платежа, и, соответственно, по этому УИНу вы уже можете оплатить, либо через банк, либо через мобильное онлайн-приложение, то есть любым удобным способом. Все безопасно и защищено. Да, то есть здесь, соответственно, как у вас оплата проходит, информация автоматически сама поступает уже в систему, то есть не надо никаких более действий делать, и далее заявление уже поступает на рассмотрение непосредственно в Росреестр, и с ним можно работать, если никаких вопросов к нему по оформлению, по правомерности нет, то получаете результат. Но все-таки чек в электронном виде сохранить стоит? Чек всегда стоит сохранить, конечно. И расскажите про бесплатные услуги, предоставляемые в электронном виде. Ну, из бесплатных услуг, вот самая востребованная, которую я назвал, также у нас, ну, их очень много, в принципе. Перечислить, пожалуйста, самые популярные. Можно подать заявление на запрещение сделать без личного участия, допустим. Это тоже достаточно на сегодняшний день популярная услуга, так как многие опасаются за свою недвижимость, что кто-то может неправомерно оформлять там доверенность или еще что-то распорядиться. Поэтому данное заявление, оно не допускает распоряжения имуществом без личного участия гражданина. А вот кому можно составить это заявление и приведите, пожалуйста, пример? Это только сам собственник делает, соответственно, он может вот это сделать в электронном виде, либо через МФЦ. Ну, то есть вот я, к примеру, собственница квартиры, и мне нужно составлять такое заявление, опасаясь, что мой супруг без моего ведома продаст. Здесь я имею в виду вот родственные связи, приведите. Ну, здесь вопрос в том, чтобы ваше личное участие требовалось при сделке. То есть вы данным заявлением распоряжаетесь о том, что без вашего личного участия, не важно кто-то, кто-либо, родственники, либо третьи лица абсолютно, не могли воспользоваться регистрацией права. Мы с вами выше говорили о проверке квартиры или земельного участка перед покупкой. А вот скажите, фамилию и имя отчество можно также увидеть при такой проверке? На сегодняшний день персональные данные закрыты от третьих лиц. Поэтому если информацию заказывает не собственник, то эти данные он не увидит. То есть если я, допустим, хочу заказать информацию по вашей квартире и хочу получить полные персональные данные, допустим, я у вас ее покупаю, я хочу убедиться, я должен попросить вас такие данные открыть, дать согласие на открытие персональных данных по данному объекту. И, соответственно, после этого заказывая выписку, я уже получу информацию о уже фамилии, имя отчества собственника, то есть полные данные. Со своей стороны, если, допустим, кто-то интересуется моим объектом и я не против, я даю согласие также, уведомляя о том, что персональные данные можно открыть. Это можно сделать как по одному объекту, так, в принципе, по всем объектам. Скажите, а вот это никакие опасности в себе не таит? Ведь сейчас покупатели также общаются онлайн, списываются, и порой даже не встречаются. И вот у меня человек, например, увидев мое объявление, спрашивает открыть персональные данные. Я его не знаю, в глаза ни разу не видела. Вот если я открою свои персональные данные, это последствий для меня никаких не будет иметь? Если вы человека ни разу не видели, ни разу не общались, то, конечно, лучше лишние действия не предпринимать. Все-таки надо убедиться, что у вас действительно есть необходимость в таких действиях, и после этого уже не открывать. Но если он заверяет, я хочу купить квартиру, откройте мне ваши персональные данные. Опасности как таковой особой я здесь не вижу. То есть человек получит выписку с фамилией, имя, отчества, с вашими данными. Если говорить о том, как обстояли дела еще до настоящего момента, до того года, то, в принципе, эта информация ранее всегда выходила в выписках. Скажите, а любые ли сделки можно сейчас совершить в электронном виде, либо все-таки есть какие-то ограничения? Да, есть ограничения. К этим ограничениям относятся сделки по отчуждению долей, частей недвижимости, сделки, где на стороне продавца присутствует несовершеннолетнее лицо, также сделки, где участвуют лица под опекой, попечительством. Ну и еще тоже исключением является, если супруги захотят приобрести не совместную собственность, а в долевую собственность, так как у нас законно предусмотрен режим супругов совместный, то при желании купить объект в долевую собственность, это уже необходимо обращаться к нотариусу, собственно говоря, потому что это будет договор с элементами брачного. Вот, кстати, да, сделки, которые проходят в электронном виде, не все заверяются нотариусом, я так полагаю. Нотариус, в принципе, тоже все документы представляет в электронном виде, который через него проходит. Но у нотариуса есть электронная подпись. Естественно, да. Вот, и у нас на сегодняшний день законодатель предусмотрел, что обязанность нотариуса представлять документы, которые он отработал с гражданами в электронном виде, непосредственно самостоятельно в Росреестр, что опять-таки облегчает и значительно упрощает жизнь нашим гражданам, конечно. Дмитрий Евгеньевич, что необходимо, чтобы подать заявление и документы в электронном виде через сайт Росреестра? Здесь абсолютный, также минимум упрощенной процедуры, так как мы уже ранее сказали непосредственно, необходимо иметь регистрацию на портале государственных услуг и иметь усиленно квалифицированную электронную подпись. Наверное, на сегодняшний день единственное, что здесь может какую-то сложность представлять, и, соответственно, что необходимо добавить к тому, что наверняка уже у большинства граждан есть. Ну и давайте поподробнее остановимся на электронной цифровой подписи, что, во-первых, она из себя представляет, ну и второе, как ее получить? Первое, значит, что представляет электронная цифровая подпись? По сути, это набор криптографических символов шрифтов, который позволяет убедиться и подтверждает целостность документа как такового самого, то, что в него не вносились никакие изменения, и позволяет идентифицировать автора этой подписи, кто подписал, и более того, даже того, кто ее, соответственно, выдал и когда. Ну, она вообще нужна в нашем повседневном мире, я имею в виду абсолютно каждому человеку, либо все-таки она нужна тем, кто достаточно часто совершает какие-то сделки с недвижимостью? Ну, она, в принципе, может быть полезна и в различных других сферах государственных услуг, так как не только в Росреестре документы подаются в электронной визе. Вот здесь я, конечно, подробно останавливаться на других органах не буду власти, но, тем не менее, так как цифровизация у нас достаточно бодрая и интенсивно входит в нашу жизнь, то, наверное, лишним не будет. Тем более, если вы собираетесь уже сделать какую-либо сделку, ну, наверное, это будет таким дополнительным бонусом к ней, то, что эта подпись у вас останется и будет, собственно, как правило, подпись выдается на год. То есть год можно смотреть, пользоваться, какие-то еще действия делать, которые будут необходимы. Но ее проблемы получить или нет? Получить ее абсолютно проблемой никакой не является. Делается она достаточно быстро. Есть множество центров, генерирующих, которые занимаются выдачей таких подписей, в том числе и кадастровая палата, также на сегодняшний день и в МФЦ есть свой генерирующий центр, который этим занимается. Можно просмотреть, в принципе, список всех тех уполномоченных центров, прошедших сертификацию на сайте Росреестр. Мне интересно, у меня электронной подписи нет, это платная услуга? Конечно, да, к сожалению, наверное, на сегодняшний день это услуга платная, но здесь уже конкретно по цене надо смотреть уже и выбирать из тех, где понравится. Делается, еще раз скажу, она, как правило, быстро, допустим, если взять тоже МФЦ в течение 30 минут ее изготавливать. Это необходимо, естественно, лично присутствовать, то есть идентифицировать личность. Те документы, он минимальный набор, насколько я, если могу не ошибаться, то есть это СНИЛС, паспорт, пожалуй, и все. Возможно, какое-то заявление. Ну и пользоваться ей потом удобно, комфортно, понятно, самое главное. Абсолютно, да. Да? Вот, кстати, документы, подписанные такой подписью, будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные? Да, законодатель предусмотрел, что полностью электронные документы подписаны электронной подписью, они абсолютно такое же равнозначное хождение имеют тоже юридическую силу, что и документы подписаны нашей стандартной обычной подписью. — Как проходит электронная сделка? Ну вот давайте, к примеру, купли-продажи и все-таки какие основные ее преимущества? Мы сегодня говорим как раз об электронных сервисах и услугах. Ты в чем плюсы? Их больше, чем минусы? — Одни плюсы. Минусов, на мой взгляд, никаких. Ну, начнем, наверное, вот с самого алгоритма. Если на примере купли-продажи, то здесь мы увидим, наверное, самые очевидные плюсы, потому что сделка является двухсторонней, то есть как минимум в ней участвует продавец-покупатель. Со стороны продавца подается заявление на сайте Росреестра. Это абсолютно быстро, просто, потому что структура такова, когда вы заходите непосредственно уже на подачу заявления, ваши данные уже внесены, потому что личный кабинет — это ваш объект. Вы как правообладатель, вам остается, соответственно, выбрать объект, который вы отчуждаете, также из своих объектов, которые у вас уже есть там в списке. Прикрепляете необходимые документы, ну, как минимум, здесь это договор купли-продажи, допустим, может быть, еще согласие с супруги, еще какие-то документы, которые посчитаете необходимы прикрепить. И отправляете этот документ покупателю. То есть он направляет, нажимает с клавиши «Далее», соответственно, документ уходит покупателю, высвечивается сгенерированный ключ, ну, то есть, как обычно, там, какой-то цифренный или с буквами, 3-4 там цифры-буквы, которые уже вы по телефону или каким-то другим образом сообщаете покупателю, что с помощью него он зайдет в это заявление, сможет проверить договор, посмотреть документы, и если его все устроит со своей стороны, также, соответственно, подписать заявление, и в дальнейшем уже выставится также УИН для оплаты. И после оплаты документы попадут в Росреестр, будут рассмотрены, и покупатель получит результат в виде выписки. — Электронный помощник есть? Онлайн-помощник, который помогает сориентироваться в поле сайта, если вдруг какие-то вопросы возникают? — Да, невозможно не заполнить, как всегда, те поля, которые необходимо заполнять. Есть, соответственно, сноски, что туда нужно заносить в большинстве случаев, там, где это может понадобиться. Поэтому ошибиться там, ну, скорее, даже невозможно. То есть максимально алгоритм простой, интуитивный, понятный и линейный. То есть вы не сможете перескочить что-то, забыть внести, все заполняется поэтапно. Поэтому думаю, что здесь никаких ошибок не будет. Это один из плюсов, потому что исключается какой-либо человеческий фактор, связанный с ошибками в заполнении заявлений. Ну и раз уж перешли к плюсам, да, о том, что прозвучало в вопросе, очевидным, соответственно, плюсом здесь является в первую очередь то, что эти документы можно подать дистанционно. То есть не говоря уже о том, что с разных точек города, это и с разных городов нашей страны, и за ее пределами. То есть для этого необходим только интернет. Соответственно, никуда, опять-таки, ходить не надо. Все дома, удобно, или на работе, комфортно. Да, основной, наверное, главный плюс. Да. Ну и еще главный, тут все плюсы главные, все хороши. Конечно, это скорость, скорость оформления, потому что по электронным сделкам у нас срок один рабочий день по отработке. О чем говорил мой сегодняшний гость, я предлагаю вам, уважаемые телезрители, обязательно попробовать на практике. Спасибо вам большое за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Тест». Всего хорошего. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!